так ну что будем готовить бургеры не особо ничего нет и на них всего лишь у меня две котлетки мне нравится эти булочки то что они вот тут видите уже помечены их надрезать вот у нас с типа банка вот такое во львове вот так разрезаю идеально и будем греть микроволновки еще классно когда сразу делаешь бургеры сразу свежие котлеты жарить что я поджариваю с двух сторон на сковородке так сначала я нагрею котлетки погорячее а потом уже булочки так как котлетки мне надо чтобы были и в спастанских ухоя а мне чаник все будет громко шипеть выкипает котлетки надо чтобы были погорячее поэтому их подольше поставлю по себе сделаю еще один с тунцом вот с таким я люблю в масле больше тунец нежели нежели в натуральном есть натуральный без масла я люблю больше масла что надо включать котлетки все котлетки наши готовы они тоненькие у меня я сейчас обратно их клю хотя я все равно буду брать бургую тарелку ну ладно все это с меня поржу это неверно я сегодня не такой как вчера нагрею булочки кстати я в одной футболке так что если там что попадет в кадр у меня нечему выпадать так что у меня есть по солнцам вот такой есть соус у меня арабиата какой-то помидор и перец чеснок они плохо подогрелись а это не нагрелись еще и другие строились все смотрим наше рюкзи булок дарилка давай я уже делаю так как у меня горчица есть иностранная здесь во Львове у меня все иностранное я уже снимаю вот я так штаны и не сняла я прям единым видео буду снимать слышишь, пойди принеси пожалуйста с микроволновки ты же не против этого соуса? или обычный кельчук? давай необычный возьми-то до холодильника эти ставки сейчас еще чай буду пить да а что это за скалки? на зубоскалке достань мне еще вот тут сладенький соус который я в салат добавляю я с тунцом попробую сейчас сморреться у него добавят? отлично так приготовь мне пока чаечек тебе огорчица надо? нет не надо что? чайничка а ну может свой увезли остался только этот так вкуснотень а я буду с том сом ты три съешь? тебе на все поливать? да ну я ж два буду только два пути шел? ну зря ну хорошо садись возле меня чтоб тебя видно было можешь виталинка включить вот этот боковой свет? вот нет вот там который у нас сбоку ты что сервис села? без и тот который вам привезли? да ну ты дала конечно маловато уже не хватит не, ну хватит на 4 только хватает ну так у нас сколько вот возьми пожалуйста вот эту чашечку большую тут пакетик чая выкинь он там в мусорник там нет пакетика? нет так то твой чай мне сюда вот на вот этот выкини пакетик с чашкой отнеси выкинь да и долей сюда кипятка с новым пакетиком я попью чай еще с новым пакетиком? ну да вот я поставила вот вот пакетик чая уже забирай чашку налей туда воды а ты чай сюда несешь так все вот будем сейчас жрать полежала планировали не лежать но стало дело свое мы решили полежать лучше полежать чем не полежать да лучше полежать чем не полежать да Виталинка не сделала уроки а кстати сейчас мы расскажем новости садись тебя невинно вот сейчас мы расскажем новости про школу рассказывай как мама грузила тебе как это еды на школу я не смогу это описать рассказывай рассказывай почему ну расскажи как сможешь ну почему ну расскажи короче я сегодня чуть в дурку не попала я думала у меня вырван центральный нерв вы выедены мозги ложечкой что еще смотри что у меня получилось булки неправильно собрала два низа а тут два вверха обалдеть у него такой сладенький у меня тоже еще этого шуфа добавлю тут обалдеть так вкусно надо же еще доедать еще знаете кого напоминаю себе вот эту Ирину как ее коростелевая или как ее которая живет все время на камеру умненькая ткань с Россией барышня что же ее фамилия если кто-то смотрел то тот знает прям прям точно напоминаю себе ее ммм 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 ну так рассказывай как мама сегодня к медленной школе подключала Я тоже не могу. Короче, у меня ничего не получалось. У меня. Я же тоже уводила. Я все переделала за нее. У меня шевелилось все в голове. Я хотела пойти, блин. В психушку. Хотела пойти и во Львове отдать Виталину в школу. Нет, я хотела меня в 10-32-ю полить. Вот это. Боже, это ужас. Мне учитель пишет. Классно. Зайдите в почту. Мы зашли. Перейдите там из этого. Из письма в сообщение. Я перешла. Зашли по ссылке. Вводим пароль. Какой дебил придумал после пароля, который в письме. Надо ввести последние пять цифр телефона. Это как? Это я должна написать его на бумажке. Отсчитать пять цифр. Короче, ладно, сделали. Не подключаются. Выходим, чтобы заново сделать. Пишет. Что там писала? Ошибка. 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 Звернеться до админа. Администрата. А вот до своего классного корневника. Я раз двадцать делала, наверное. Виталина делала, а я билась с головой рядом. Это просто ужас. Потом мы сделали по-другому. А, потом нам прислали новый пароль, так как там было написано. Пароль пришел, ссылки нету, по которому входить. Ладно, я додумалась по старой ссылке войти, ввести новый пароль. Нифига не получилось. Дальше что мы сделали? Дальше мы вошли не по... Ну, двадцать раз я писала учительнице. Вот. Она админу. Он ей, она мне короче, круговорот в природе. Дальше я наела, что там буду левять с концом. Дальше чай я попью дальше. Дальше я додумалась, говорю, ну, входи в загруженный этот, ну, как он называется, классом. Нет, это не классом. Едына школа только там, где нет посылки переходить, а там, где у нас загружен сам этот Едына школа на сайт. Переходим туда, на страничку. Что мы вводили, я уже не помню. Ее наверное, без создания было. Короче, ввели пароль, ввели почту, ввели почту, пишет, введите логин. Я, что такое логин? Стали искать в интернете, что такое логин. Я приблизительно знаю, что это имя. Какое имя? Ну, какое-то название. Зашли, прочитали, да, это имя, типа логин, надо написать имя. Стали выдумывать имя, не проходит. Короче, я не знаю, как мы вошли, но дальше надо было ввести мой номер телефона и почту. Ногами скреплю, долго я подумаю. Я ногами скреплю в стол деревянный. Мы ввели все, не заходит. Я пишу учительнице, она пишет, ну как, вам новую ссылку прислали. Я, короче, не буду. Смотри, не у тебя из одной классики. Нет. У меня тебя такая. Ой, я тут гидсотом писала, я там на себя упустила. За язык. Короче, она пишет, вводите номер телефона без пробела. Ну, короче, я фотографирую ей то, что я увела и что оно не проходит. Говорю, вот я вам скидываю, чтобы вы увидели, что это так, это правда, потому что она мне не верит. Дальше происходит другое. Она скидывает эту фотку админу и админ пишет, блин, да, вот так и написал ваш Чайковский. Я же сказал, без пробела. А, без пробела и без плюсика, типа, плюс три код Украины, да? Без код, журнале, ноль, сколько летом? Да. Ты такая умная, ты знаешь, что там плюс три и пробелы уже вписаны, их нельзя удалить? Ну, я все удалюсь. Да? Ты знаешь, как я уводила? Через какую попу? Сейчас я тебе расскажу. Короче, я ему пишу, да, ну, типа, плюс три, восемь, это все внесено уже туда. Его нельзя удалить. И пробелы там тоже уже, оно пишется автоматически. учительница мне пишет, скидывайте, пишите это, забыл пароль, заходите туда. Я зашла, забыл пароль. Короче, вводим туда, что-то вводили, я уже не помню, что мы там вводили. Короче, опять высветился мой номер телефона, вот, но там тоже было плюс три. Я с плюсом три так и ввела, но пробелы я догадалась, что можно убрать самой. пробелы убрались такие, да, но плюс три никак не убирается. Я не знаю, где он взял, что можно без плюс три писать. Там плюс три, в общем. Да, там нельзя это убрать, оно автоматически, там выдает страна, просит тебя, я Украина ставлю, оно плюс три, неважно, там Россия была бы, я Россия нажала, там был другой код, или Америка, было бы другое, ну, я не знаю. Короче, с горем пополам мы зарегистрировались в этом, на этом сайте. Я написала учительнице, она говорит, я вижу, что вы уже вошли, отпишитесь, да или нет. А я до конца еще не доделала, и не пишу ей, чтобы зря не писать. Короче, я пишу, что у меня кончились все нервные клетки, и все, спасибо, что помогли, и мы подключились. Вот такая история. А скажи, как на поезде ехали? О, поезд был сегодня замечательный, велюровые сидушки были у нас, красные, все, и под спину было, отбито велюром, подушечка. Какой-то он такой, бывает, я вот не знаю, поезда, кстати, отличаются друг от друга или нет. Мы вот ездим в плацкартах, есть такие плацкарты, когда заходишь в него, и прям там места нет, да? Было ж такое? Вот прошлый раз, да, по-моему, мы ехали, ну прям такой он маленький был. Этот такой плацкарт вообще не душный, ну, в плане того, какой-то свободный. Не знаю, за счет чего, может, за счет того, что вот эта полка, которая над второй седушкой, там, ну, над вторым, над вторым этажом, там в решеточку, может, из-за этого. А в старых поездах там сплошная полка идет, не знаю. Очень мне понравилось. Сейчас в поездах у нас идут облегченные матрасы, легенькие, легенькие, такие как пушиночка, они тоненькие, они в таких темных на матрасниках, в чехлах таких, подушки тоже в этих темных чехлах, вот. Постель чистая, не влажная, была, как мы ехали, я не помню, холодно было, вернее, нет, летом мы ехали, влажноватая была постель, что приболела. Вот. Все было классно, спала я, как убитая, я бы, наверное, до Трусковца объехала без остановки. Интересно, сколько от Львова до Трусковца. Еще я тебя разбудила. Ну, что я разбудила, сама встала, я уже лежала и думала, блин, как встать, не могла встать. Сейчас подоедаю, тут всякие закласски с чаем. Не знаю, что это такое. печенье мини тинберс. так, вот такие печеньки. Если у меня в инстаграме, вернее, если не Таня, это Лена на однокласснице, мама. А, не только у меня, спинула в группу, миски язык, очень дешево. и мою поставлю для детей. Я зашла туда, перешла по ссылке в инстаграм. Вот, да, дешево, но мы входим к учителю индивидуально, не знаю, нужно ли еще дополнительный английский. Я просто думала, что там есть французский онлайн. Я бы ее отдала, потому что, ну, французский она начала в этом году изучать. Это капец. Не французский. Ты же мечтала. А ты понимаешь его? Ну, так-так. Тебе легко дается пока? Какой-то алфавит твой лучше. Здорово. А вам задали выучить? Да. Ты учишь? Да. Ты чай будешь? Да. Ты сделай там пока вода горячая. Он говорит, ашишка. Чего? Не хочешь? Не хочешь? Лимонад сделай с лимоном. Не хочешь? Вот. Короче, я зашла там только немецкий, английский. по-моему, по-моему, польский. Немецкий был бы хороший, думаю. Ну, если бы немецкий в школе тебе надо было, так вкусовый учить. Да. Если ты сейчас еще немецкий начнешь учить, то ты вообще не будешь знать, на каком акценте говорили. На каком языке говорили. Надо как-то хотя бы, ну, с перерывом там в год хотя бы. Я так считаю. Муж, я не права. На, свой стилус. Больше. Что, будешь? Не работает? А потому что ты тут тонко сделала. Нормально. Ну, это такой толстенький, даже мягкий был. Короче, я зашла туда, и попала там у них на страничку и увидела, что там требуется напарник для индивидуальных занятий вдвоем. И я заинтересовалась для взрослого, для начинающих. Я нашел что-нибудь сладенькое. Ну, такое, чего бы мне хотелось. О, это кусочек валяется шоколадки. Талин, ты будешь это кушать? Или выбрать? Там будет. Постальное. Это надо или оставить тут. О, это вкусно. Какая любишь конфетку. Да, любишь? Мое яйцо в это не захотела. Что? Мое яйцо. Ну, да, ну, да. О, на, еще такое уж. Затрапа попредит, подоедает. Вот, все, что есть у нас. Короче, я заинтересовалась. Интересно, какая это конфетка? Шоколадка, смотрите, она засохла. Я даже не знаю, с чем она выйдет. Мм? Да, я им тебе яйцо. Мм, вкусная старая шоколадка. Джапанка. Девочки, с этими ценами в магазине будете доедать даже крошки со стола. Я вам серьезно говорю. Ну, как? Короче, 175 гривен один урок. В принципе, это недорого. Но, это вообще недорого. Но, я не знаю, потяну ли я в нынешней ситуации. Я оставила телефон, мне должен переводить, перезвонить их на руководитель. Если там только 175 гривен, никаких дополнительных, мне не надо будет у них покупать книг. И, еще меня интересует вопрос, что, допустим, там мне надо будет платить сразу за 20 уроков. Потому, что это же, вы же понимаете, сразу сумма какая. Тогда я соглашусь. Попробую, по крайней мере. Вот. Что еще из новостей? Из новостей мне подписчица прислала денежку. Спасибо большое, Яне. Яночка живет в Америке. Вот, очень красивая женщина. Она мне фотографию отправляла. Вот. У нее уже взрослые дочки. Очень-очень хорошо выглядят. Вот. Она мне позвонила на днях. Она мне уже отсылала денежку. В тяжелую минуту. Она мне позвонила на днях в Вайбере. Вот. И прислала на следующий день, по-моему, денежку. Ну, получается, у меня там двойная фамилия. Ой. Наверчина. Наверчина двойная фамилия. Потому, что у меня моя фамилия и мужа. Теперь и у детей так. Мы не можем поменять теперь эту фамилию. Уже и муж мой бы хотел поменять. Раньше папа его не разрешал. Она не очень благозвучная. Ну, вообще, я хочу сказать, фамилии стесняться нельзя. Вот. Но хотелось бы поменять из-за детей. Но ходила я узнавала. Большая проблема. Это все документы и все такое. Дети могут поменять уже мои сами при получении паспорта. Но дети все отказались это делать старшие. Артурка сказал, нет, я буду с папиной фамилией. Ну, и с моей, и с папиной. Мне все равно. А Вероничка сказала тоже, я не хочу. Виталинке я бы поменяла фамилию. Но только с 14 лет она может поменять, когда будем паспорт получать. Ну, опять же, захочет ли она? Хочешь? Вот. А можно любую придумать? Ну, можно, конечно, любую придумать. Но лучше половинку оставить моей. Вот. Ну, короче, неважно. Я на чем остановилась. Яночка прислала мне денежку. Моноэгрэй. Моноэгрэй. Грэм. Моноэгрэй. Короче, я не знаю, как это называется. Вот. Я в прошлый раз, когда она мне присылала, ходила в банк снимать. Сначала я ходила, искала именно это Моноэгрэй. Вот. Не нашла его. Потом мне подсказали, что это может быть любой банк. Я пошла в Приват. И я очень люблю Приват. Это не реклама. Там вообще решают все проблемы за считанные секунды. И мне девочки сказали. Они мне помогли снять, но они мне показали, как это делать в моем приложении Приват 24. Заходишь, открываешь там переводы и иностранные переводы. И там выбираешь, на какой перевод пришли деньги. Заходишь туда. Я зашла туда. Мне система выдаёт, что неправильно мои данные заполнены. Отправитель неправильно заполнил мои данные. Вот. Короче говоря, я пишу в службу поддержки Привата. Думала, они помогут это решить. Она мне говорит. Да, скиньте номер мне. Скиньте данные перевода. Я прям скрин делаю чека, который мне Яна прислала. Отсылаю ей, чтобы не париться, ничего не писать. Они мне пишут. К сожалению, мы ничем не можем помочь. Отправитель должен исправить, типа, исправить данные. Тут фамилия, там неправильно имя написано. Вот. Я им пишу поддержку. Да. Спасибо вам большое. Я знала это. Мне и так это сразу написали. Я думала, вы мне можете помочь как-то по-другому. Короче, к сожалению, нет. На, ещё. Не надо. Бывший пенсил. Вот. Бывшего парня так можно называть. Бывший пенсил. Короче говоря, я расстроилась и пришлось писать мне Яне. Потому что я же понимаю, это ей надо идти. А у нас ещё разница во времени. А ей надо идти туда, где она отсылала эти деньги, чтобы исправить это всё. Короче, мы с ней списались. Я ей объяснила ситуацию. И она быстренько всё сделала. Вот. Спасибо ей большое. Всё исправила. Я зашла на свою карточку. Зашла на свой счёт. Зашла в приват 24. В мой грейм этот. Взяла денежку оттуда. И перевела её на карту. По переводу на карте я потеряла 150 гривен. Разница с этим. Разница в долларах. Вот. То есть, так я смотрю, доллар одна цена. А когда в приват, то там другая цена, когда переводишь на карточку. Ну, короче, я решила, ладно, потеряю лучше 150 гривен, чем буду ходить, искать. Я думаю, может быть, если бы я пошла в этот моноигрейм и сняла деньги там, возможно, я бы ничего не потеряла. Может быть, даже и валютой можно забрать, да. Но я уже не стала париться. Потому что думаю, буду пока ходить. Ладно. Так что вот такая история. Вот такие истории у нас происходят, да. Интересные. Завтра приезжает мой муж. Он взял билеты. Билеты дороже, чем у нас. Не, подожди, расскажи, что мы делали в ходе? А, мы играли в игру. Классная игра. Игра очень классная. У меня когда-то такая была, только она была другого типа. Короче, тут классно. В этой игре, чтобы ничего не теряется. Может, если бы ты ее нашла, показала бы. Короче, такая квадратная прямоугольная штучка. Она открывается. Получается поле квадратное. Вот. И внутри открываются как шухлядочки такие в ней. Там фишечки. Вот. И на поле посредине. Как этот называется квадратик? Кубик с цифрами. Кость. Кость, да. Одна маленькая. Она в этом запаяна кружочки. То есть она никуда не кидаешь ее так на стол. А крутишь, и тут оно что выпадает. И ты, получается, ставишь четыре своих фишечки рядом. И начинаешь ходить по очереди. Крутишь, ходишь. И тебе надо каждому дойти, обойти все поле. И вернуться на свои места. И эти четыре фишечки поставить вот так в ряд. Вот. И кто быстрее это сделает, тот и выиграл. Я выиграла два раза, да, Виталинка один. Я уже так спать хотела в 11 часов в поезде, что просто капец. Я легла и вырубилась. И Виталинка тоже. Кстати, ты храпела. И я тоже слышала, что я храпела. Утром, по крайней мере, когда сходила в туалет, легла второй раз и храпела. Так, я создала. Виталинка меня заставила. Нет, я создала. Ну, она создала, и она мне заставила страничку в Телеграм. Я там скинула, наверное, под этим видео еще скину ссылку. Вот. Заходите. Там канал также называется, как и сейчас. Только там еще класс маленький. Да, скорее всего, что я поменяю название попозже еще. Потому что я еще не остановилась с названием окончательно. Вот. Но Телеграм-канал есть. Можете писать туда. И... Там нельзя писать. Нельзя? Почему? Там только можно свои посты укладывать. А почему они не могут писать туда? Ну, там только есть и комментарии сделать. Комментарии только можно. Да? Понятно. Плохо. Ладно. А ты можешь лично потом писать своим подписчикам? Да. Я, знаете, что еще хочу сказать? Ну, если я начну лично писать, у меня будет в Телеграме память. Там 12 гиг памяти занимает Телеграм. Представляете? Вот. Я его в последний раз почистила. Потому что у меня уже, блин, просто пришлось поудалять некоторые даже странички. Так, я... Что хочу сказать? Хочу сказать, что я вот думаю... Знаете, что сделать? В Вайбере... В Вайбере... Создать страничку. Именно в Вайбере. Канал. Ну, да, канал. И в этом канале можно было бы раз в неделю, допустим... Не поделать прямые эфиры. Да. Просто общаться онлайн. Можно же по видео... Все могут по видео связи общаться? Ну, просьба, да. Всех будет видно? Да. Можно, наверное, так. Ну, вот я точно не знаю. Ну, либо же... Ну, это, скорее всего, группу создать. Ну, группу создать. Создать группу. Как вы... Вот вы с детьми создали группу. Вы можете друг друга видеть? Ну, вот. Да, там звонишь, получается, да, всем участникам. Короче, если я... Если я решаешь просто назвать. Да, если я создам эту группу Вайбере, то напишите мне под этим видео, какое лучше время... Выбирать, чтобы всем удобно было. Да, чтобы вот нам всем созвониться и... Ну, если кто-то хочет, может сбрасывать. Участвовать в этой группе. И вообще, интересно ли это будет и для чего. Я еще... Это у меня только, знаете, такие мысли. Я сегодня, кстати, хотела сделать прямой эфир в инстаграме. Зашла. Посидела 45 секунд. Поговорила сама с собой. И вышла. Ноль просмотров, ноль подписчиков. Так нужно писать, чтобы все заходили к себе. Вот. Как люди будут понимать, что ты сидишь там сейчас в прямом эфире? Не все пишут дольцем. Сохраняю просто прямой эфир. Но... Вообще, кстати, в последнее время вообще просмотры упали. Я не знаю, с чем это связано. Ну, в последние разы, ну, буквально недавно такие были хорошие. Рассмотрим. Это вообще что-то. Ну, просто... Не знаю. Все желание отбиваете мне. Снимать. Так, ладно. Я буду заканчивать. Наделась старых конфет. Боже, какие эти гадкие чипсы. В мусорку идут. С уксусом. А знаете, какие же с уксусом, с яблочным, по-моему. Только вот эти в банках. Как они называются? Мэйс. Мэйс. Другая фирма. Не помню. Дорогая, которая. Как же они называют? У тебя очень вкусно. Очень. Все, я наелась, объелась. Идем с Эталиной гулять. А почему я кушаю, что такие царелки? Вот, конфетки. Они, наверное, очень вкусные. Классные, причем. Что это за? Принглс. Ой, чипсы Принглс с яблочным мусором. Очень вкусные. Все, на 36 минут наговорила вам. Необычное видео. Кстати, мы в одинаковых футболках с Эталиной. Ночнушки. Ночнушки наши. Мы сюда приехали. Не было ночнушки. Я взяла вот такие футболочки. Мы спали в них. Они длинненькие. Хорошие, простые, свободные. Все. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Как вам видео. Пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока. Кстати, Виталина сломала очки. Еще одни растраты. Я не сломала, а не сам не сломала. У нас, боже мой, просто. Артур болеет. Непонятно, чем у него температура. У него очень кружится голова. Короче, я очень переживаю. Артуру надо вести, сдавать кровь. Наверное, развернутый анализ биохимии. С вены, наверное, на все, что можно. Потом у него бородавки на руке. У Виталины одна на подошве. Виталина, это ты так испоганила ноготь? Нет. А что он такой неровный растет? Виталина, ты подолбала? Они неровные. Не трогай ногти. Вообще. Так, нам надо идти в этот, в кожбин-диспансер или в косметологию куда-то выводить жидким азотом эти бородавки. Артуру надо и Виталине. Виталине надо идти к ортодонту, поставить новую челюсть. Пластину. Пластину. Пластину, да. Ну, это я так называю. Верхнюю, не знаю, будут ли ей эту подтягивать или нет. Но на нижние зубы ей по-любому. Это где-то две тысячи. А сейчас все подорожало. Может и дороже. Ставили тогда, по-моему, за две тысячи. Да? Две тысячи. Вот. И Виталине нужно новые очки. Это где-то 600 гривен, наверное. Я так думаю. Дай бог, чтобы 600. Не дороже. Сломалось ушко. У нас такие проушники закругленные. Все. Надо еще идти перед этим к врачу. Ой. Короче. Переедем со Львова. Занятий куча. Еще надо закатки еще позакрывать. Еще надо вино сделать с винограда. Надеюсь, его никто не оборвет, пока мы со Львова вернемся. Короче, работаем. Балом. Все. Теперь точно все. Пока-пока. Пока.